здравствуйте здравствуйте меня зовут заболевская александра викторовна звонок вам на данный момент геннадий дмитриевич поступает из отдела реструктуризации банка помочь вам решить вопросы вашей задолженности вы получали от банка уведомлений о предложении программы реструктуризации нет не было никаких извещений на почту не ходил сейчас вам расскажу стоп 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 что вы мне расскажете заголовок что конкретно тема вашего повествования я не хочу это слушать но если вы мне дадите возможность я вам все-таки объясню почему вам звонки поступают я думаю для вас не секрет у вас не урегулированный вопрос по вашей кредитной карте правильно нет никаких вопросов у меня по поводу вашей кредитной карты так вот позвольте да я поясню а потом тогда сможете задать вопросы то есть у вас есть кредитная карта которую вы не закрыли для того чтобы закрыть кредитную карту ну ладно хорошо пропустим эти термин некорректный ну ладно для того чтобы геннадий дмитриевич так вот договор вы не закрыли получается на данный момент как это собственность банка как ее закроешь закрыть можно только счет который принадлежит и открыт по моему заявлению а вы оговорились просто до адачи поскольку вы сразу общую сумму закрыть не можете то банк вам предлагает программу почему вы считаете что не могу не могу я закрыть кто вам сказал это что я не могу закрыть совершенно способен был бы это сделать если бы захотел не хочу это раз и давайте вернемся к самому началу самому началу вашего вот это вот повествование вы сказали что мне спросили точнее поступало ли мне какое-то там уведомление я ответил нет не поступало на почту не ходил и какой-то такой праздный вопрос был мне очень любопытно что за уведомление потом сказали давайте я вам расскажу и что-то начали рассказывать совершенно не в попад на данный момент на данный момент прошу вас не эксплуатировать этот словосочетание паразит на данный момент на данный момент звучит некрасиво изъеденная фраза уже алло алло потерялись куда-то на данный момент барышня на данный момент я вас не слышу вам одобрил программу что что-то барышня вы пропадали где-то около 30 секунд то я слышал только тишину так что попробуйте еще раз или пошевелите что-то на вас вас с вайфаем наверно вы же из дома до или откуда в кафешку какой-то пришли посидели там на бесплатном вай-фай что так нельзя вай-фай должен быть алло алло слышу до этого была тишина походите там по кабинету программу на погашение направление что запросы какие-то оставляют никаких запросов что он одобрил я ничего не просил я ничего не просил мне не надо мне банка ничего не нужно одобрил он это по той причине что вы уже долгое время не вернула возвращаетесь в обычное клиентское обслуживание находьте за но не хочу потому что поэтому обречение предложить такую программу что который будет себя со стороны банк принял такое решение одобрить вам это чё за счет такое банк принял какое-то решение одобрить нет я ничего банка не просил и мне все равно шутки то он там решения принимает они ему нужны дома с ним сам с ними живет с этими решениями ваш этот банк меня смешить когда перестанете сосредоточьтесь давайте вы лучше говорите делайте какие-то сумасшедшие вы сейчас параллельно еще с кем-то разговариваете похоже это вы хотите сейчас еще параллельно с кем-то разговаривать геннадий дмитриевич с вами тогда позже свяжется по этому вопросу давайте давайте делайте то что называете работой делаете давайте я послушаю спокойно нет 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 сотрудник банка не заходил я хочу заплатить я хочу понять сколько заплатите как давайте вы же знаете вас прослушают такая потешная на данный момент я вас слушаю здрасте Валерий Викторович Валерий Викторович а я думал вы представиться захотите мне кто вы такая меня Евгения Игоревна Кожевникова это вот компания Вива деньги входит в КЦФП хорошо хорошо что у вас произошло это у вас Валерий Викторович произошла просрочка по договору займа оплату почему не производите а просрочка это произошло ну и как мне к этому относиться произошедшему хотя бы оценку этому происшествию дайте по вашему мнению это хорошее или плохое событие это недопустимо это недопустимо вот это да а кто же это допустил тогда раз это произошло Валерий Викторович так это вопрос к вам следствие чего это произошло почему вы не оплачиваете за должность я просто не считаю что это недопустимо и даже вот эксперимент провел коса допустимо все обманули вы меня точнее сами себя это как так ну вот как вот вы думаете что недопустимо а я взял это допустил совершенно спокойно и прекрасно себя чувствую происшествием это не считаю расцениваю это как какой-то гражданский кодекс это извините меня инструмент который манипулировать должен судья а а не как сотрудник колл-центра 810 статья гражданского кодекса российской федерации вас обязывает неукопнительно вносить платежи согласно графика вне зависимости от ваших жизненных вот это да так на каком основании вы нарушаете условия договора действующего законодательства точно а 808 еще в этом же гражданском кодексе статья и слышали такой вам сказали что вы гражданской кодексе только 810 существует да а если мы никуда почему не производите а потому что гражданский кодекс не позволяет это делать не за что оплачивать вы же сами зацепились за гражданский кодекс нечем оплачивать да ну с ума сошли что ли все очень хорошо все очень хорошо а при хорошей жизни на что вы деньги брали дают бери бьют беги и вы решили так поступить да то есть деньги брали с целью хищения нет с целью потратить это самое же там гражданский кодекса так активно на него поднадавили я думал мы сейчас дискуссию откроем про гражданский кодекс гражданском кодексе не 1 810 статья там более полутора тысяч статей есть еще в гражданском кодексе 808 статья договора займа договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме если его сумма превышает 10 тысяч рублей а в случае когда заимодавцом является юридическое лицо независимо от суммы в случае несоблюдения данных конкретных позиций тут уже от себя обязательства стороны аннулируется я прочитал сейчас статью 808 гражданского кодекса после того кстати как вы продекланировали валерий викторович вы считаете что если вы деньги получили путем онлайн получения получился филологическую основе то я их получил на безвозмездной основе вот и все а вы со своими словами будьте добры пожалуйста в суд обратитесь вот прям в суд идите туда же вот прям со своими словами вот этими великолепными посмотрите как судья очень хочу это прямо у меня ваше право это скорее ваше право это ваше право мое право мне не реагировать на вас нет вас ничего не нужно это ваши права нарушены ваши права по вашему мнению нарушен а ваше право обратиться в суд а я живу хорошо чувствую себя замечательно а что же вы валерий викторович от хорошей жизни по кредитным компаниям доходите а потом скрывает трубки не берете на звонки не отвечаете на что же вы думаете просто я веду тот образ жизни который мне комфортен ни с кем согласовывать я не собираюсь наркотики употребляете да вам в таком образе жизни комфортно проживать вы зачем сейчас предположение такое абсурдное тут почему я предположила у меня есть четкая уверенность валерий викторович у меня есть такая информация вы сейчас знаете как это называется здесь уже уголовный кодекс мы с вами можем применить у вас есть безапелляционное доказательство того что я употребляю наркотики то есть я наркоман по вашему информация у меня такая имеется так хорошо вы готовы в суде подтвердить свои слова вы готовы за клевету ответить какая клевета валерий викторович у вас есть четкое доказательство что я наркоман при необходимости и откуда у вас информация если уже даже на то пошло если человек может быть в гипотезе обращался в наркологический диспансер откуда вы взяли эту информацию вопрос был задан этот вопрос уже не шуточный откуда у вас вы считаете вы считаете что если вы ходите по улицам вас никто не видит вас никто не знает если вы на окружающих внимание не обращаете одну секундочку и сейчас на этом фоне на фоне каких-то необъективных ваших умозаключений вы человека объявили наркоманом я правильно вас понимаю вернемся как ваше имя отчество напомните пожалуйста пожалуйста напомните как ваше имя отчество мне это все 13000 фамилия имя отчества ваше как напомните не стесняйтесь у вас есть имя и фамилия не стесняйтесь пожалуйста запоминать изначально нужно было хорошо разговоры записываются я представлюсь с вами разговаривает Кузнецов Дмитрий Евгеньевич я юрист человек который возглавляет организацию в которую обратился тот человек о котором вы сейчас так нелицеприятно отзывались я эти все разговоры зафиксировал мне очень нет рот закройте сейчас свой и слушайте внимательно что вас в ближайшее время ждет то что вы слышите и так разговоры все я не хамил я вас призвал закрыть рот свой и так разговоры все были записаны вы нашего клиента во все услышания объявили тяжело больным человеком более того заявили что у вас есть информация откуда то она у вас взялась вот идиотка то а съехала как а по быстренькому наркоманом человека назвала какая вам разница что и как у человека в жизни происходит наркоманом алкоголик этим попрекать вообще грешно людей вы шизофреники все все до одного знаете как говорят пьяный проспится а вот дурак никогда а я могу михаила юрьевича слышать а вы кто такая я представлюсь меня зовут купеева и кира каирбековна главный эксперт компании с км разговор записывается звоним по поручению московского кредитного банка вам знаком данный человек икринка каимбековна да имя такое каира каирбековна простите не угадалась и икринка каирбековна совершенно верно так икринка икринка а чё зачем вы звоните мне михаила юрьевича мне к телефону пригласите пожалуйста да вот он михаил юрьевич собственная персона а что это вы думаете а я с вами беседую а вы думали а кому вы же мне звонили цели к информационной безопасности я вас попрошу дату рождения пожалуйста назовите я должна убедиться что с вами беседую так как информация конфиденциальная а моя информационная составляющая в полной обеспечении в безопасности до того момента пока я не стал сообщать информацию свою персональную непонятно кому она у меня в безопасности вот в целях информационной в целях собственной Михаил Юрьевич 3.89 дата рождения ваша? да у вас имеется задолженность на сегодняшний день 670 090 рублей вы что совсем тупые? вы что совсем тупые? да михаил юрьевич 256 241 рубль вам необходима оплату при отвесе до 13 числа алло слушай что ж тебя в зачатке-то икринка лягушка не сожрала а? надо было чтобы она тебя слопала ожидайте факторного звонка в рамках федерального закона да какой там как у Буратино как у корюшки там интеллекта целях информационной безопасности тут же на тебе дату рождения привет друзья я кузнецов дмитрий основатик и руководитель ведущего юридического оператора россии компания лям с огромным удовольствием сообщаю вам что мы перезапускаем нашу возвратную франшизу мы получаем множество запросов о том как стать нашим партнером у себя в регионе ведь ежегодно мы помогаем тысячам людей и по праву гордимся этим теперь такая возможность есть у каждого из вас что такое возвратная франшиза сколько она стоит что получают наши партнеры и почему именно мы и так стабильно работая вы будете не просто развиваться но и сможете вернуть целиком всю стоимость франшизы уже через 6 месяцев да друзья всего 6 месяцев стоимость франшизы на данный момент 400 тысяч рублей обращаю ваше внимание что паушальный взнос производится единовременно став нашим партнером вы получаете полностью настроенный отлаженный процесс работы полную поддержку на начальном этапе ваш собственный портал сериал системе настроенную интегрированную айпи телефонию бонусное количество заявок ну и конечно полноценное юридическое сопровождение ваших клиентов и это далеко не весь перечень возможностей для работы в сотрудничестве с алиам друзья мы существуем на рынке юридических услуг уже более семи лет мы обладаем огромным опытом в борьбе с противоправными действиями кредиторов и в сфере банкротства физических лиц для нас не существует нерешаемых задач вы хотите помогать людям вместе с нами и управлять стабильным жизнеспособным бизнесом тогда мы ждем вашего звонка по телефону 8 812 507 8013 также вы можете оставить заявку на сайте aliam.rf и как обычно друзья всю необходимую информацию вы найдете в описании с вами был Дмитрий Кузнецов здравствуйте привет кто это вы с кем-то на фоне разговариваете раз отвечаете незнакомому человеку привет чего тут вообще-то охуеть надо было сейчас вы с кем-то на фоне общаетесь в каком еще айфоне на фоне фон ты кто такая ты кто такая мы с вами на ты не переходили гражданин оба блять ёбнутая какая-то позвонила гражданин вы разговаривать не умеете а ты переходите деточка срочно в больницу ты кто такая откуда взялась гражданин данная ситуация выражать про больницу не нужно говорить принимаем звонок пока не научится спаривать не надо тебе вообще говорить лишний раз осложнения могут возникнуть здравствуйте здрасте здрасте здравствуйте звонок из сбербанка России специалист Аверьянова Екатерина Романовна могу ее слушать Амана Чары Мухаммедовича давайте без отчества я сам обламываюсь когда по отчеству но это не совсем хорошо это объединение верно конечно конечно очень приятно звонок вам поступает из задумания по работе с проблемной задолженностью наш разговор записывается по вашему потребительскому кредиту А вас то как зовут? Аверьянова Екатерина Романовна я являюсь специалистом я представила в начале видимо внимание обратили по потребительскому кредиту а также кредитная карта у вас фиксируется до суммы 279 тысяч 330 рублей будьте добры часто как-то самостоятельно вообще пытаетесь регулировать вопрос по оплате долга? не, зачем чего там не заинтересована? конечно нет, а смысл? вы не работаете сейчас? не, смысл в чем зачем смысл во-первых моей заинтересованности а во-вторых смысл этих вопросов кредитную историю уже давно давно испортили чертовой матери вы платите деньги я не то чтобы не смогу не смогу себя заставить захотеть это делать на что надеетесь? не на что просто на автомате обзваниваете дурное дело нехитрое я знаю я знаю вы хотите меня восстановить в графике вернуть меня в статус благонадежного клиента что-то там исправить на самом деле все это глупость и ерунда по одной простой причине что я не хочу этого делать у вас конкретно по кредитной карте 12 ноября было выставлено требование по досрочному погашению то есть это означает что банк принял решение о расторжении клиенту предоставляется 30 дней для восстановления в графике вам вообще это письменные уведомления должны были направить по месту регистрации адресу который показывали в анкете то есть соответственно у вас с 12 ноября по 12 декабря есть время для восстановления у вас сейчас из 30 дней остается 4 дня то есть в течение этого периода если вам удается оплатить долг то вы возвращаетесь к своему обычному графику у вас по карте минимальные платежи по 11 397 рублей я понимаю что вам кажется что у вас голос самый красивый в мире но помимо того что какие-то там тембры интонационные какие-то наклонности вы еще смысл говоримого пытаетесь осознать 270 до 1000 4 дня осталось 279 это у вас за 2 декабря по кредитной карте по 112 тысяч ну а что ну конечно 112 каких-то тысяч вам за вашу работу сколько платят в месяц сколько вы получаете на своей работе так при чем здесь моя-то работа я не совсем не понимаю просто интересно по-человечески вы осознаете те звуки которые в слова собираете смысл этих формулировок да то есть вот так вы позвонили человеку я могу понять почему с апреля с мая месяца вы не можете восстановиться в графике вы не заинтересованы в соглашении у вас потеря работы была или что конкретно там потеря желания сотрудничать с банком то есть вы понимаете все последствия которые вам предстоят что банк будет обращаться в суд за взысканием всей суммы долга я жду не дождусь жду не дождусь этих последствий потому что я четко осознаю что такое суд и как он преподносится заинтересованной стороной ответчикам будущим и что на самом деле с точки зрения закона суд суд это состязательный процесс борьба мнений и доказательств дайте тогда отсюда можете мне объяснить чтобы я вас тоже поняла почему хотите желаете довести дело именно до суда во-первых во-первых я считаю что официальная претензия это претензия заявленная только в судебном иске это раз если этой претензии нет то все остальное это набор фантазий и попытка психологически надавить на оппонента в моем случае я понимаю как работать с теми либо иными претензиями в суде поверьте когда то есть вы его не оспаривали в данном случае банк будет выставлять банк я проигнорировал это требование во-первых я его не получал я даже этот вопрос опускаю это я в суде задам первое что сделаешь первое что сделаю я задам вопрос почему банк не пытался со мной договориться в досудебном порядке уже на этом этапе у вас у вас есть трек номер письма вы сейчас можете мне сообщить трек номер письма или у вас есть доказательства того что я получил это уведомление вот уточните уведомление было направлено на два адреса один идет по регистрации без 97 и второй адрес ленина нет я нигде ничего не получал нигде ничего не получал вы можете проследить если вы это делали посредством почты России почему вы перебиваете зачем вы перебиваете я же вот говорю то что вы спрашиваете я отвечаю на ваш вопрос не получал да я не получал ни по какому я не получал я ни по какому адресу не получал никаких уведомлений если вы действительно отправляли посредством почты России заказным письмом вы можете проследить у вас есть трек номер письма заодно можете сообщить мне если вы отправляли действительно заказным письмом то у вас что вы видите я вижу активности что конкретно были направлены уведомления а их банк обязан всегда направить, когда идет выставление требования по досрочному возврату. Но вы его заказным письмом отправили в активность. Честно, я даже не знаю, не смогу вам ответить на данный вопрос, потому что пора... Ну так вот, давайте так, давайте так. Давайте не будем тратить наше с вами время. Итак, если вы отправили заказным письмом, и я по каким-то причинам его не смог получить, это полбеды. Вашей полбеды. Если вы отправили его просто кинув в почтовый ящик, как говорится, то это вообще считаю, что не отправили. В суде я, естественно, вопрос задам судье. Пожалуйста, задавайте. Банк просто со своей стороны... Вопрос будет сформулирован таким образом. Да, да, да. Вопрос будет сформулирован таким образом. Почему банк со мной не пытался договориться? А банк в ответ скажет. Сейчас, если перефразировать ваше заявление. Да пытался, просто человек не получил. Окей. Дальше мы будем изучать иск. Ну, точнее, перед тем, как состоится само заседание, естественно, будет выделено время для ознакомления. Я посмотрю, что в этом выиске в своем сочиниле, про карту, про основной договор. И поверьте, этот процесс займет очень много времени. И доставит мне немало удовольствия. И самое главное принесет определенный багаж опыта. Но все, что хотел вам сказать. Жду вас в суде. Аманчир Мухаммедович, смотрите, с вами не раз, во-первых, пытались связаться за все 200 дней, которые вы находитесь на задолженности. Зачем? Зачем это делать? Телефон не переговорил фонда. Тебя эта информация фиксируется. Более того, послушайте, пожалуйста, меня. Она фиксируется, потому что вас обязывает это делать 230-й федеральный закон. В процессе работы по взысканию задолженности вы обязаны фиксировать все свои попытки и удачные, и неудачные. Не перебивайте меня. Не перебивайте, пожалуйста, меня. Нет. Будьте любезны, меня не перебивать. Это меня сбивает, раздражает и мешает. Оля, вы ведущая или вы спотыкающая, мешающая и затыкающая. Вы мешаете работать, вы не помогаете. Это называется не перебивайте меня, когда я вас перебиваю. Вот то, что вы делаете. Так вот, я закончу. Устные переговоры никакого юридического фундамента не несут. Мне не нужна информация о внушном формате. Я понимаю, вам неудобно это делать. Я вас жду в суде. Вы Галсип. Оставайтесь, пожалуйста, на линию. Алло. Да. Здравствуйте, Сергей Федорович. Здравствуйте, вы кто такой? Это банк Галсип. Меня зовут Хабибуллин Алмат Сергеевич. Управление позднего взыскания. Ага. Ага. Что случилось у вас? Это вы, Сергей Федорович. Виктор Сергеевич, собственная персона, что случилось, спрашиваю. Мы хотим связаться с Сергеем Федоровичем. Он развониться не удается. Передайте ему контакты наши. Пусть он позвонит. Зачем? Хотя, хотим с ним поговорить. Хотя, мне кажется, это все-таки... А сколько там у вас человек? А какая разница у вас? Сколько у нас там человек? Вы хотите поговорить? Вас больше, чем один? Да, больше. Вы больше, чем один. Вы друг с другом разговариваете. А мы хотим с Сергеем Федоровичем поговорить. Он не хочет. Нам, кстати, сказали, что этот номер принадлежит ему. Вы мне не врете сейчас? В каком смысле? Что вы не Сергей Федорович в прямом. Вру. Это я и есть, Сергей Федорович. А почему сразу не сказали? А кто ты такой, чтобы я отчитывался перед тобой? Ну, вот теперь же признались. Значит, признался. Признался, блядь. О, блядь, нами на счастье. Послушайте меня. Вы банку должны стоить 400 рублей по кредитной карте. Почему на бачу? А ты почему выбрал такое предназначение вот шестая масть? Ты почему за чужую тявкаешь? Ты что себе не мог найти другую работу? Я понимаю, если бы я тебе должен был. То ты бы пришел и у меня захлопни клюх. И слушай, когда тебе разрешат, ты откроешь его. и будешь говорить шепотом со мной. Ты меня понял? Медлайн. Слышишь меня? Хуй, маме. Поэтому идите и ищите деньги. Слушай, ты размагниченный какой-то. Действительно, тебе похер, да, что тебе говорят, да? Как к тебе относятся? Ты просто тупишь за свою тему шестую и все, да? Ты считаешь, что ты в порядке, да? Идите и ищите деньги. В случае, и у меня подряд. Иди и ищите деньги. Иди и ищи мозги. Алмаз тебя зовут. Слушай, ну ты же это, вроде как ислам проповедуешь, да, судя по имени. Убежал, убежал. Знаете, что я ему хотел сказать, да? Что мусульмане, ислам, ростовщичество, это последнее, что может вместе, как говорится, быть. Алло, здравствуйте, Ольга Ростинович. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Я вас слушаю. Интерпромбанк, Шкана Мария Викторовна, оплату производили по своему кредиту? Подождите, какой банк? Еще раз представляюсь, Интерпромбанк, Шкана Мария Викторовна, ведущая специалиста Интерпромбанка. Еще раз представлю банк. Что с оплатой у вас по кредиту? Ничего. Оплачивать отказываетесь, я правильно сейчас вас поняла? Я не рассмыслял на эту тему, если честно, простите, за откровенность. Что на эту тему? Вы плохо слышите? Да, у вас фон идет. У меня ничего не идет, совершенно спокойно. Либо отойдите в сторону, куда ты? Сижу на берегу реки, рыбу рыбалю, ничего у меня, никакого фона нет. В какую сторону? Не могу отойти, у меня удочка в руках. Ильгар Асимович, еще раз. Ага. Что с твоей платой по вашему кредиту? Я же вам объяснил, я не размышлял, мы на щуку вышли. А по-другому говоря, отказываетесь от оплаты, случайно взяли трубку, да, с нашего банка? А у меня... Ставлю отказ от оплаты, всего доброго. У меня цифр какой-то звонят, а я отвечаю. Какой-то Интерпромбанк. Слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Платарова Ирина Александровна, главный специалист департамента в искании прозрачной задолженности у Альфа-банка. Александр Александрович, знаком? Да, это я. Слушайте, мне вот буквально недавно тоже главный звонил. Сколько может в одном подразделении быть главных специалистов? Ой, у нас достаточно, не переживайте. Вот это да. А есть кто-нибудь у вас в подчинении? А почему у меня кто-то должен в подчинении быть? Скажите. Что надо сказать вам? Что, что? Что вам нужно сказать? Простите. Я говорю, почему у меня кто-то должен быть в подчинении? Ну вы же главный специалист. Ну главный... Я же не представил директором, управляющим, начальником, правильно? Ну еще чего не хватало. Это вообще бы был разрыв полностью. Ну главный специалист. Ну человек главный, он значит главенствует над кем-то? Либо я что-то пропустил это же... Ну главный над кем? Над кем главный? Александр Александрович, это вы? Да я же вам сказал. Какой же вы главный, если вы забываете, что было меньше минуты назад? Ну, Александр Александрович, это вы? Меньше секунды. Да, это я. Буду снисходителен к вам. Отлично. Очень хорошо. У вас задолжение передать по банкам 71 882 рубля. Платформа необходимо произвести на 13 января. Когда будет оплата? Сегодня, завтра? Ведь сегодня, завтра будет вчера. А кому нужно-то это сделать? Мне нет, мне не нужно. Вам необходимо закрыть выжат 30-40 дней в просрочке. Вам необходимо закрыть ведуток. Это не причина возникновения этой необходимости. Вам, может быть, так кажется, но я точно уверен, Ну, считайте так, если для вас это не причина, это не необходимость. Это же ваша необходимость, а не моя. Это же ваша необходимость. Главный специаль... Не, не мог банк расторгнуть договор в одностороннем порядке и выставил требования о полном погрешении. Я вам открою один секрет. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, а уж тем более на основании статьи вы можете только в суде. Только по решению суда вы можете расторгнуть. Я вас открою, говорите. Расторгнуть кредитный договор либо любой другой договор, даже на основании или какой-то там статьи, в вашем случае 811-й, вы, конечно, можете... Вы мне не дали мне сказать. Сосредоточьтесь. Я вам говорю важные вещи. Сосредоточьтесь. Я вас попросил. Я не разговариваю, пожалуйста. Я не понимаю, что вы говорите. Я продолжу. Расторгнуть договор в одностороннем порядке вы можете только с помощью судьи. Все остальное это просто слова. Расторгнуть договор в досудебном формате это говорит в закон. Расторгнуть договор, который заключен на основании закона, можно только по соглашению двух сторон, участвующих в формировании этих взаимоотношений. Это кто вам сказал? Хорошо, тогда согласно вашей логике я, соответственно, могу в одностороннем порядке менять условия договора, верно? Коль вы можете в одностороннем порядке его расторгать. Вы вообще ничего не можете, потому что при расторгании договора согласно статье 811 Гражданского кодекса банк выставляет требования о полном погашении и имеет полное право в дальнейшем не принимает через таймплуцежи, если банк таким образом захочет. А вам не сожжет полностью чиплом собираются оплачивать. А если я этого не сделаю, услышал, и даже вы меня развеселили, спасибо. Я так и поняла, что вы, в принципе, этого не собираетесь сделать, потому что неоплачивая задолженность, вы в одностороннем порядке отказываетесь от исполнения своих обязательств перед банком. А это является нарушением статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вот мало хуйная. То есть все, что делают люди, это все нарушение статьи, а все, что вы делаете, это все в рамках закона. Только по одной простой причине, что вы банк, да? Вам все можно, а людям ничего нельзя, да? Ничего не будет. Ничего вы не будете инициировать. Никого это уже не напрягает, эти слова. Переуступка про требования согласно статьи 382. Уступка, а не переуступка. Уступка. Так и написано в этой статье уступка, если согласно этой статье. Какая уступка? В статье, которую вы сейчас озвучили, написано уступка. Ну и что там написано? Уступка там написано? Да. Вы уступаете право требования. Уступка, да, по-вашему? Уступаете право требования, да. А вы хорошо закон читали? Не очень. Я вообще плохо читаю по вашему мнению. У вас еще раз почитаете? Да. По мнению сотрудников главных специалистов банка, тут вообще вокруг все насрано, а вы тут все короли ходите, да. Все, что мы делаем, мы делаем это не на основании закона. Зачем вы мне по много раз говорите? Знаете, как я говорю в таком... Давайте мы еще раз вам пойдем на пользу, правда. Мне по два раза повторять не нужно. Мне с первого раза было похуй на вас вообще. Ну вот я в третий раз вам повторю, почитайте изучительно. И третий раз. Вам на пользу пойдет. Хоть второй раз не нужно повторять, то есть в третий раз и 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 в третий раз идите открывайте свою телефонную книгу от Адаяна, звонивайте родственников, друзей, знакомых и читайте перед ним стесняюсь спросить, куда идти-то надо. Книга, где эта книга лежит, эта телефонная? Также рассмотрите вариант перекредитования на третье лицо. То есть вы меня сейчас склоняете к заведомо невыгодной сделке, вы, дорогуши, сейчас очень сильно рискуете. 230-й федеральный закон вам категорически запрещает таким образом вести взыскание. Слушай, я, наверное, все-таки ФССП жалобу накатаю. У меня запись разговоров идет, да. То есть сейчас вы реально меня склоняли к заведомо невыгодной сделке. То есть взять кредит на третье лицо, чтобы закрыть кредит. Нет, мы сейчас нарушили закон, барышня. Давайте, бегите скорее, пока при памяти отсюда. Матерая какая, да? Села тут, надиктовала себе как минимум на 200 тысяч штрафа. Молодца. Сейчас с Нового года мы ждем вступления в силу 172-й статьи УК РФ. Как раз таки вот эти вот все моменты там тоже будут очень серьезно отрегулированы, прописаны и будет наступать уже уголовная ответственность. Алла. Да. Роман Николаевич. Слушаю. Еще раз. Какой у вас вопрос? Вы. Это Роман Николаевич. Да, это я, вы. Будьте любезны. Я вам звоню из компании Веббанкир, отдел досудебного урегулирования. Буев Егор Андреевич. А, Буев. Помню. Помнишь, я у тебя спрашивал, да. Первую букву мы с тобой не могли никак определить, какая у тебя первая... Ты до сих пор там еще корячишься, да? Как вы завелись, да, сразу вообще просто? Да, женис колечко не завелся. А, есть, есть, да, такое у меня, знаешь, пульс участился от удовольствия, знаешь, как перед сексом. Роман Николаевич, необходимо идентификацию пройти. Нет, хуев. Кайфово с такой фамилией коллекторишкой, да? Помните, друзья, был у нас Буев с первой буквы Х. Алло, здравствуйте, ОТП Банк. Меня зовут Гаврилова Мария Алексеевна. Пробой. Очень хорошо. Светлана Васильевна, знакома? Одну секунду. Да, 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 есть такой, это клиент наш. А куда мы попали? А куда вы стреляли? Светлана Васильевна оставила этот номер телефона как свой основной, как свой мобильный. Ну, правильно, все, она переадресацией воспользовалась, юридическую организацию обратилась, общество с ограниченной ответственностью АЛЯН. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. Хорошо. А для Светланы Евгеньевны очень важный связь с информацией в Светланы Банки. Отправляйте, отправляйте по почте России заказным письмом с уведомлением о вручении можно с описью вложения. Особенно, если важно, юридически важное сообщение, то 165.1 для вашего удобства создана нашими законотворцами уже давно. я бы не осмелился персональную информацию тоже по телефону докладывайте только письменном виде. Сквозняк. Поговорить хотелось, надавить, психологически обработать, прочитав скрипт. Не работает. Скрипты устарели, а новые писать некому, потому что умных людей нет в ваших рядах. Да и что толку их писать? Времена изменились. Не меняются времена, они изменились.